Инстаграм стал для многих не только ресурсом для развлечения и общения с друзьями, но и бизнес-площадкой. Блоггинг, вебинары, прямые трансляции – все это помогало пользователям монетизировать свои услуги. Найтись покупателю и продавцу помогал таргетинг и контекстная реклама. Однако теперь для этого рынка настало время больших перемен. Инстаграм заблокирован по решению суда, как экстремистская организация, а коммерческая деятельность в нем может попасть под уголовную статью. Доступ на площадку у российских пользователей все еще есть с помощью ВПН. Во многом будет зависеть дальше от законодателей и от нашей судебной власти, как дальше решат поступить с Инстаграма. Потому что пока рычагов на то, чтобы нас совсем ликвидировать и выкинуть из Инстаграма, у них нет. Согласно законодательству мы там можем публиковаться, мы можем смотреть, мы можем реагировать. Ограничение Инстаграма для многих сравнимо с потерей работы. Например, блогеры, годами собиравшие подписчиков, могут мгновенно потерять аудиторию. Отток пользователей они фиксируют и сейчас, но пока продолжают зарабатывать на рекламе. Конечно же, мне было бы очень грустно терять Инстаграм, потому что, что уж скрывать, больше всего я зарабатывала именно там. Вы понимаете, у меня даже проект, я для него искала людей именно через Инстаграм. Получается, что у меня накрылась вся работа от и до, и не только в денежном плане. Для кого-то запрет, Инстаграм и Фейсбук – удар по продвижению бизнеса. Об этом говорит руководитель СММ-агентства Татьяна Ленкова. Многие ее клиенты, оренбургские предприниматели, совершали сделки и реализовывали свои товары именно здесь. У нас в числе клиентов достаточно много компаний, которые продавали через Инстаграм услуги. То есть это были полноценные продающие профили, это был максимально удобный интерфейс для того, чтобы продавать через Инстаграм, делать заказы, получать заказы на доставку. Действительно, сейчас в этом плане и этим компаниям будет сложновато. Все-таки новые возможности, потому что, опять же, это переход на ВКонтакте, это освоение MyTarget, то есть тот же самый одноклассники, те же самые. Неизвестно, когда все это закончится, когда там все это дело опадет и опадет ли. Соответственно, так или иначе, спустя месяц, два, три, бизнес, который останется в России, он поймет, что если нужно рекламироваться, то нужно рекламироваться на том, что есть. Как заявила в суде Генпрокуратура, использование гражданами и юрлицами Фейсбук и Инстаграм не может быть признано экстремизмом. Однако юристы пессимистично смотрят на это заявление. По мнению адвоката Эльдара Шарафудинова, нет четкого руководства для силовиков, что будет считаться экстремистскими материалами, а что нет. На сегодняшний день пока еще это безопасно, потому что решение не вступило в законные силы. Я думаю, оно будет обжаловано. После внесения в реестры, как вступит законные силы после апелляции, я думаю, что все останется в силе, будет, наверное, опасно уже что-то публиковать, потому что мы будем, хотя у нас заявляют о том, что все-таки мы не будем наказывать пользователей, но у нас много чего заявляют, в последующем оказывается, всем это не так. РБК ранее опубликовала статистику покинувших Инстаграм пользователей из-за блокировок и замедления трафика. Только за 14 марта сокращение составило 16%. По данным нашего опроса, многие действительно намерены отказаться от пользования площадкой из-за опасений юридической ответственности. У меня просто рабочая страничка там была. Я думаю, что больше ни в какие группы вступать не буду, ни в какие дискуссии тоже вступать не буду, чисто вот просто для работы. Да, конечно, мы планируем отказываться. А почему? Ну, потому что мы ни к чему не привлекаем, мы сами не привлекаемся ни к чему такому. Сейчас нет, запретили же все, закон вышел. Ну да, так и пользовались. А почему перестали пользоваться? Ну, как это же... Неудобно. На законодательном уровне вышел указ, что это сеть, которая пропагандирует там что-то незаконное, что-то, короче, в общем, типа такого. Это ограничение. Ограничение всегда есть что-то нехорошее. Но если мы говорим о здоровье психологическом тех же наших некоторых граждан, для них это может быть даже полезно, потому что большая часть негативных, их либо депрессивных состояний в наше время вызывается как раз-таки информацией из сети. То есть в этом есть некая польза. Как всегда, две страны, одну медаль. В случае, если будет покупаться реклама для Фейсбука и для Инстаграма, это финансирование экстремистской организации, тогда может расцениваться эта уголовная статья пространения логотипов, когда вот Фейсбук и Инстаграма, которые у нас имеются, это у нас административная статья еще на сегодняшний день пока имеется. Наши законодатели говорят о том, что мы привлекать пользователей не будем, но в то же время у нас эти логотипы имеются на телефоне. Ну, значит, храним на телефоне материалы экстремистского характера. И символика, то есть не даже материалы, а символика. Эльдар Шарафудинов отметил, что ограничения свободы в сети, вероятно, будут приниматься на государственном уровне и дальше. Поэтому он рекомендует оренбуржцам переждать это время и воздержаться от острых и неоднозначных высказываний или публикаций. А лучше совсем отказаться от использования запрещенных площадок. Напомним, что ранее российские власти анонсировали аналог запрещенного в России Инстаграма. Социальную сеть «Росграм». Роман Ланцев, Наталья Богданова, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ.